Девушки отдыхают Ух ты! Надо же! Потрясающе выглядишь! Тебе нравится? Вот это да! Секс-бомба! Правда? Да, 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 да. Теперь он твой. Да он обалдеет. В осадок выпадет. Полный отпад. Полезет сразу железаться, руки распустит, начнет лапать. Да он вечера не дождется. Завалит тебя в такси на заднее сиденье, сорвет с тебя всю одежду. А ты будешь лежать, а таксист будет наблюдать, как вы оба предаетесь страсти. Ему будет не хватать дыхания. И в итоге он достанет тебя. А ты будешь... Ты будешь кантаться от наслаждения и кричать. Да, да. И будешь стонать в ожидании праздника, как в Новый год. А когда ты выйдешь из машины, ты будешь не в состоянии идти. Рванешь, как безумные, с дикой улыбкой на лице и без трусиков. Извини, просто я так давно не трахалась. Извини, пожалуйста. Я, пожалуй, пойду надену кардиган. Продолжение следует... Вы забыли карту. Она мне не нужна. Уйди. Надо уменьшить отверстие. Зажим, пожалуйста. Спасибо, Клэр. Вы зажали капилляр. Я вижу. Спасибо, Мэнди. Аманда. Что? Аманда. Вытри. Зажим, пожалуйста. Аманда. Сшиватель, Клэр. Ты что, не видишь, ты меня брызгала? Я не брызгала. Но здесь явно пятно. Спасибо. Можно было и извиниться. Извини. Принято. Так. Извини, вытри, пожалуйста, Клэр. Проверь, пожалуйста, раствор. И еще раз вытри. Я не ошибаюсь. Ты ведь нарочно это сделала? Аманда. Что? Что скажешь, Клэр? Бюретка. Я жду. Нет. Попроси прощения. Не буду. Боже, у меня кровь. Я истекаю кровью. Ну так извинись. Клэр, пластырь для Минди. Нет, не буду. Это ты, извинись. Ну а теперь? Извини. Кто здесь главный хирург? Вы. Шов, пожалуйста, Клэр. Когда я сижу в комнате с незнакомыми людьми, мне не по себе. Мне становится трудно дышать, я чувствую дискомфорт, я потею. Извините. Прежде чем мы начнем с вами работать, я хочу сообщить вам о наших неизыблемых правилах. Вы должны их запомнить. Ладно, конечно. Вы, наверное, в курсе, что отношения между пациентом и психоаналитиком, в данном случае, там и с вами, сопряжены с определенными трудностями. Мой долг объяснить вам, что вы можете испытать то, что мы называем перенос. Да? Да, это может проявляться в вашем, на первый взгляд, безумном влечении ко мне. Понимаете? Может, мне не следует это говорить, но все-таки вы должны это знать. Не исключено, что во время наших сеансов вам будет казаться, что вы хотите меня, что вы в меня влюблены. У вас появится желание, не будьте слишком деликатным. Понятно? Вы понимаете, что я говорю? Конечно. В данный момент вы испытываете что-либо подобное? К вам? Да. Нет. А вы что, голубой? Нет. Хорошо, вы только не волнуйтесь, если у вас довольно скоро появится желание погладить мои волосы или дотронуться до моего лица, погладить его, обнять меня. Может быть, вы захотите поплиртовать со мной за пределами этого здания. Однако, должна вас предупредить, это не поощряется. Более того, это запрещено. Понимаете? Ясно. С этим проблем не будет. Хорошо. Но я дорогой специалист, вы это знаете? Может быть, я вам не по карману? Ну, Кэролин, кажется, все в порядке. Я счастлива, что ты с нами. Лишняя пара ног нам не помешает. У тебя есть какие-нибудь вопросы? Нет, вряд ли, по-моему. Вы мне все объяснили. Мне очень приятно. Ну что ж, пойдем. Пока ты не ушла, я представлю тебя другим членом нашего коллектива. Да, спасибо. Барбара, Джастин. Привет, рад познакомиться. Это Кэролин, наша новая работница. Привет, очень приятно. Я тоже занимаюсь маркетингом. Великолепно. С нетерпением ждем вашего появления во вторник. Большое спасибо. Я оставила памятку на вашем столе. Большое спасибо. Приготовиться. Здравствуйте. Итак, кто это? Джордж. Да, и Джордж. Несчастен. Да, пожалуй. Что у него? Болит нога. И он... Хомяк. Хомяк. Да, хомяк. Ну да, конечно, хомяк, 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 хомяк. Хорошо. А теперь, если вы положите его на стул, я немного... Немного... Господи, помоги. А зубы у него... У него зубы острые. Так, а сейчас я... Я... Собираюсь... Я попытаюсь усадить его в стакан. Нет, не надо. Надо. Вверх ногами. Тогда его задние лапы будут наверху, и я смогу осмотреть их. Что? Так, послушайте. Я знаю, что я делаю. Я ветеринар. Да. Когда весь мир холоден и ужасен, Ну, а друзей мужчин порыв предельно ясен, Гулять на стороне, Как нужен друг хороший мне, Делить минуты радости и боли, Переносить тоскливых будней череду, Терпеть мгновение одиночества доколе Я, бедный и несчастный, смогу. Есть способ в раз решить проблему И завести кота, найдя мужчине столь достойную... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Эмма. Эмма. Привет. Привет. Тысяча лет тебя не видела, ты меня избегаешь? Ну, если честно. Чем ты занимаешься? Должна тебе сказать, я нашла отличную работу пиарщика в компании звукозаписи. Прекрасные люди и денег больше платят. Опять отличная работа. У меня громадные пособия, А на уикенд компания присылает мне машину, Я даже цвет выбрать могу. Рада за тебя. А помнишь Роберта, моего конкурента в маркетинге? Он такой хороший, вообще-то в компании очень милые люди. А мой шеф, Ники... Плевать я хотела на твою поганую компанию. За последние полгода я семь раз побывала за границей. Говорят, в конце месяца мы переедем в Нью-Йорк. Здорово. Нам светят большие деньги. Да подавись ты Нью-Йорком. Ты представляешь, я купила уютную квартирку в Ноттинг-Хилл. Изумительный вид на рынок. Порто-Белло-Роуд. Такое живописное местечко. Чтобы оно сгорело. А ты помнишь Трэвиса, моего жениха? Скоро, как это не печально, он уедет в Гонконг. Но мы все равно поженимся. Трэвис Козел. Да, ну я так счастлива. Все складывается как нельзя лучше. К черту. Рада была пообщаться с тобой. Пока. Он умный, но не гениальный. Нет, на него приятно работать, поэтому его любят. Смотри, место для парковки. Повезло. Да. Я не слишком. Я не слишком прижимаюсь. Нет, нет, все в порядке. Молодец. Тоня и Кимберли. Возраст 24-26. Ладно, повторяй за мной. Мы сестры из Блэкберна. Из Блэкберна. Мы обожаем ходить на футбол каждую субботу. Каждую субботу. А потом мы едим пирог в перерыве. Пирог в перерыве. И еще мы хотим встречаться с двумя парнями. Встречаться с двумя парнями. И еще у нас хороший характер. Правда, Кимберли? Ты ничего не хочешь сказать? Я молчалива. Одри, 47 лет. Привет. В моих волосах целые полчища морских офицеров. Страшно неудобно, когда они начинают гонять матросов. И всегда в самое неподходящее время. Например, на вечеринках или в кино. Неожиданно раздается. И приходится жестикулировать вот так. А люди считают меня ненормальной. Если у вас такие же проблемы, плюньте на них. Не обращайте внимания. Просто я не могу найти мужика. Мариэлла, 32 года. Я Мариэлла. У меня нет никаких патологий. Я абсолютно нормальная. Нормальная грудь. И рот у меня нормальный. И ноги, и зубы. У меня совершенно нормальные увлечения. Лыжи и бейсбол. У меня совершенно нормальная грудь. Абсолютно нормальная. Ремонтников вызывали? Да, я. Понятно. Опять отопление не в порядке? Да, здесь страшно холодно. Никак не могу согреться. Ясно, посмотрим, что можно сделать. Так теплее? Да, теплее. Рад помочь. Если что, вы только позвоните. Я хотела просто провериться. Видите ли, я скоро уезжаю за границу. Хорошо. Общий осмотр. Уши, горло, нос. Что еще? Так. Все хорошо. Итак, с чего начнем? Стэтоскоп. Стэтоскоп. Куда он делся? Вот он. Да, нашла. Я приложу его к вашему сердцу. Поднесу его к вашей груди. А вы дышите. Дышите. Нет, 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 нет. Не так шумно. Так, великолепно. Хорошо. Так. Так, можете подержать это? Спасибо. Очень хорошо. Так, теперь на кушетку, пожалуйста. Так. Хорошо. Карабкайтесь на кушетку, давайте. Я хочу пощупать ваш живот. Пощупать живот. О, боже мой, так. Джинсы снимать? Нет, не надо, не надо. Слезайте. За последнее время вы не чувствовали никаких припухлостей на груди? Нет, если не считать яйца моего приятеля. Это шутка. Что-нибудь еще? Нет, но если вы хотите убедиться, что все в порядке... Достаточно. Все в порядке. У вас фиброма. Фиброма. Простите. У вас опасная фиброма. А что это значит? Ну, небольшая операция, всего лишь небольшая чистка, заживет очень быстро. Хорошо, вы прооперируете меня сейчас. Нет, не сейчас, нет, нет. Спасибо. 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 Тина, 36 лет Мне нравится представлять, что я человек без комплексов, покладистая, спокойная, счастливая У меня есть заветная мечта, безумный роман в Париже с предложением руки и сердца, свадьба этим летом И несколько детей, лучше трое, два мальчика и две девочки Позвоните нам, особо я не настаиваю А что сказал врач? Знаешь, я сначала думала, что это травма после той аварии Да, когда тормоза завизжали, а он сказал Ах ты, бедняжка, не знаю Не знаю, как я это переживу Ничего, переживешь, ты сможешь Успокойся Он сказал, что у меня лопнули барабанные перепонки и что я оглохла Ты шутишь? Нет Это временный или необратимый процесс? Они ничего не могут сделать, это навсегда Ты подойдешь? Здравствуйте, да, дома, передаю Твоя мама Привет, мам Да, я ходила к врачу Нет, глухота Я совсем оглохла Живу в мире абсолютной тишины Это значит, что я глухая Да не кричи ты на меня, я не виновата Боже мой, подожди, я тебе потом перезвоню Пока Пока Она просто неисправима Глухота Любовь, как на вождение И правила вождения Тут не помогут вам Любовь, скорее, крушение Или землетрясение Спастись от этой напасти Уж не удастся вам Крушение Авария Спастись смогу едва ли я Я потеряла голову В романтичном бреду Тебя полюбила себе на беду Потери управления Машина катит вниз И слышится страшный Тормозовиск А жертва катастрофы Жертва катастрофы Это я Алло, служба спасения Я попала в аварию Приезжайте, пожалуйста Да, серьезная авария Настоящая катастрофа Застряла я в машине Сижу вверхом машине Авария, крушение Любовь, как на вождение Крушит все на своем пути Никуда от нее мне не уйти Милый, я готова Я готова к парковке, милый В главных ролях Фиона Аллен Роли исполняют Сара Александр, Даррен Бойт Кейван Клеркин, Джулиэт Коэн, Темзин Гриффин и другие Авторы сценария Салли Филлипс Дун МакКитчен Фиона Аллен Виктория Пайл Джорджия Притчет Джейн Басман Дэвид Квентик Роберт Харли Композитор Джонатан Уайтхед Оператор Мартин Портер Режиссер Доминик Бриджсток Продюсер Виктория Пайл